МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Я считаю, в этой жизни все происходит не случайно. Именно сегодня, возможно, я найду свою судьбу. А поддержать меня пришли мои подруги Юля и Наталья. Ольга. 25 лет. Собиралась замуж за своего избранника, но поняла, что он маменькин сынок, и вовремя передумала. Второй жених дважды пропадал на сутки. Третьего раза она ему не простила и ушла. Ольга работает специалистом в одной из самых крупных компаний мира по продаже мебели. Катается на велосипеде, занимается фотографией. Мечтает открыть ресторан и выучить несколько иностранных языков. Гордится своей независимостью и целеустремленностью. Предупреждает, что она упряма и не любит сидеть дома. Ольга никогда не будет встречаться с трудоголиком и неряхой. Мечтает встретить легкого в общении мужчину, любящего спорт, который будет способен вести ее по жизни. Ольга, сколько времени вам понадобилось, чтобы понять, что ваш избранник – маменькин сынок? Ну, наши отношения вообще длились около трех лет. В принципе, все меня устраивает. Его мама не влазила в наши отношения, все было отлично. Но он очень много времени проводил с своей мамой. То есть мы когда жили вместе, он учился и после работы возвращался домой к маме. Проводил с ней время. И ко мне приезжал часов в 10, в 11. Хотел бы такому мужчину? Нет, я вообще таких мужчин не воспринимаю. Мечтый, мой сладенький, не хочешь молочка. Нет, понимаешь, мужчина должен быть таким, чтобы не создавать женщине проблемы, а эти проблемы решать. Сколько вам было лет и сколько ему? Когда мы познакомились, у него было 17 лет, ему было 24. Познакомились в ночном клубе, я его увидела, мне он понравился. Я первая подошла познакомиться. И стали видеться, общаться. А сколько было лет, когда вы решили жить вместе сразу же? Ну, поскольку у него была квартира, я сначала оставалась там иногда, потом уже как-то приехала. То есть, я так понимаю, любой мужчина, который не хочет жениться на девушке, его называют маменькин сынком? Нет, просто на самом деле, когда... Я очень хотела переехать в Москву, я не хотела никогда оставаться в Мурманске. И когда я заканчивала колледж, я ему предложила переехать в Москву. Он сомневался, очень долго сомневался. Я думаю, возможно, это влияла его мама. И, как я потом узнала, когда мы уже расстались, она, оказывается, звонила моим родителям и сказала, что я не хочу, чтобы ваша дочка уговарила моего сына переехать, он останется здесь, у него отличная работа. И, Роза, если бы твой сын или твоя дочь вдруг попала под влияние, и ваших детей стали бы уговаривать переехать в другое место... Да я бы вообще... Да что, мама так мягкая? Да я бы помогла не наседать на моего ребенка. Да, сама бы с вами разобралась бы. Потом это было ваше желание в Москву? А у него было предприятие образования, ничего не в Москву. Вы должны были проживать свою собственную жизнь. А почему вы считаете, что хороший парень, который получил образование, имеет хорошую работу, с уважением относится к своей семье, к маме в частности, почему он должен с какой-то ветреной девицей уезжать вообще в непонятный город для него? Ему это не нужно, он хочет проживать свою совершенно другую жизнь. Нет, на тот момент, во-первых, я получила образование, хотя в школе это не образование, честно скажу. Ну, я так не считаю, я получила очень хорошую специальность, во-первых. В наше время, когда одного высшего образования недостаточно, и все получают второе и третье, колледж образованием считать не будем. Ну, хорошо. Но я еще не закончила. Да. Я хотела сказать, что я, во-первых, не какая-то легкомысленная девица. Во-первых, я помогала этому человеку во всем, я его во всем поддерживала. Нашла работу ему я, потому что мама говорила, не портим ему репутацию, какими-то непонятными работами, его ждет хорошая работа, мои знакомые помогут, только эти знакомые, он полгода сидел дома и не помогал, я ему сама нашла работу. Позвонила, иди на собеседование, дорогой. Он сходил до сих пор, он там работает, как и странно. Знаете, каких женщин мужчины не любят больше всего? Тех, которые бегут впереди паровоза. Мужчины любят сами принимать решения, во-первых. Нет, есть мужчины, которые сами принимают, а есть, которым надо помогать. А если мужчина не принимает решения, значит, он не хочет этого делать. И не нужно толкать мужчину, он должен сам до чего-то зазреть. Это вам просто совет, просто как совет. Я поняла. Поэтому он сейчас не с вами, и правильно сделал. Ну, знаете, так я, извините, может, и рада, что он здесь. Конечно, рада, потому что... Потому что я посидела в Мурманске, и непонятно, чем вы занимаетесь. А чем ваша жизнь в Москве отличается от жизни в Мурманске? У меня больше здесь возможностей. А сколько вы лет уже в Москве? Три года. Я живу три года, и я считаю, за эти три года я немало добилась. Я независимая, самостоятельная, живу одна, работаю в международной компании. Получила два образования. Я путешествую. А за три года два образования? А какие? Бухгалтерские курсы, что ли? Нет. У меня средне-специальные, которые вы считаете не образованием. И высшее экономическое. Нет, я, например, средне-специальные считаю прекрасным образованием, потому что сегодня как раз не хватает специалистов. В основном все с высшим образованием, только они нигде и никому не нужны. А специалистов нет. Поэтому я, например, в отличие от моих соведущих, полностью на вашей стороне. Ну, у меня хорошее образование. А где вы живете в Москве? Первое образование, второе экономист. По-моему, очень неплохие, нужные. А в Москве где живете? Вы снимаете квартиру, да? Да, снимаю. Пока что у меня нет квартиры. А что в будущем? А вот к чему вы стремитесь? Нет, вообще, если говорить о моих мечтах, вообще о дальнейших, я хочу жить в Барселоне. Этот город путешествовал. Он меня поразил настолько, люди, вот этот климат, архитектура. Я безумно влюбилась в этот город. Хочу жить там. Ну, вы блондинка, вам было бы легко найти там жениха испанца? Ну, там геев куча. Это что, Барселона? Ой, а у нас маленькая, но тоже куча. На данный момент я стремлюсь заработать на квартиру. Как бы это смешно, может, не звучало. Нет, это очень хорошее стремление, кстати. Ой, прекрасное. Да. Я думаю, что получилось. Ну, вы за три года успели же, наверное, влюбиться и в Москве, и у вас были же отношения в Москве уже. Ну, как ни странно звучит, в Москве у меня не было отношений, потому что это очень большой город, здесь столько людей, они все заняты карьерой, заняты собой, отношения требуют времени. А на работе? Вы же в большой фирме работаете, там же много мужчин. Ну, на работе у нас больше специалистов технических, они уже все взрослые мужчины и все женаты. А вам бы хотелось какого-нибудь взрослого? Нет, я не хочу взрослого мужчины, я не хочу, чтобы у нас была разница на 20 лет. А взрослые, да, от какого возраста? Ну, я помню, я указывала в анкете до 35. Видишь, три года в Москве сама вот тут как-то вот на ноги себя поставила. Нет, молодец, молодец. Закончила с этими всеми университетами. Смотрите, в Москве три года, никогда я вам не поверю, что у вас здесь не было роман. Ну, просто не поверю. Вы же не работаете 24 часа в сутки, правильно? Да, это действительно так. Да, это очень странно, я не понимаю, почему. Вы много работаете, правда? Нет, ну, как бы у меня четкий график. Я работаю с 8 до 5, 6 часов я всегда свободна. А вечера где проводите? Ну, по-разному. Я занимаюсь спортом, хожу на занятия, я хожу в бассейн. Вы смотрите, вы себе с вами противоречите, вы говорите, что некогда здесь все работают, и я в том числе. Нет, ну кому-то, видимо, некогда, и надо работать над отношениями. Я готова над ними работать, а люди нет. Ко мне подходят знакомиться, но я сразу вижу, это не те люди, они хотят каких-то легких отношений. Хорошо, прекрасно. А тогда скажите, тогда ваш человек, это кто? Вы сможете его сразу разгадать? Ну, я считаю, я вообще верю в судьбу, действительно, я в это верю. Мне кажется, когда я встречу человека, я пойму, это он. Я хочу целеустремленного. Я хочу тот человек, который уже созрел для семьи, который хочет детей. А вот вы его видите только, как вы по нему считаете, что он для семьи созрел, целеустремленный. Ну, есть чутье, я считаю, у меня есть чутье. А вот вам чем эти трудоголики не угодили? Вы бедного хотите, да? Нет. А почему? Обязательно, все трудоголики, значит, они богатые, а все бедные, а не значит, что? Да, бездельники, беды. Сегодня кто не работает, тот не ест. Если хотите хорошо жить, вы должны много работать, и ваш мужчина должен, если только он не жили. Вы сказали, целеустремленный мужчина. Если человек целеустремлен, то он над своей целью будет работать денно и ночно. Да, со стороны это смотрится как трудоголизм. Я хочу сказать, что если у мужчины есть цель, я тоже должна быть его целью. И также на меня должно быть время. Если он только посвящает себя работе, то после того, что... А вот хорошо. Я влюбленный, но не гуляю, да? Вообще, я постоянно в упаковании с любимым человеком постоянно... В этом вы схожи, да? Каждую, там, минуту постоянно находиться вместе, там, что-то делать вместе. Это вообще здорово. А приданное-то у вас какое-то, какое за собой приданное? Приданное, я самоработаю. Я хочу быть его целью. Значит, у мужчины должна быть мотивация. Что же вы такое можете предложить? Просто интересно. Я очень открытый человек, я очень добрый, я очень заботливая, я посвящаю всю себя мужчине. Сколько времени в сутки вы хотите, чтобы мужчина вам уделял? Я поняла уже, что вы не хотите видеть рядом бревно бесчувственное, которое с работы приползло в 10 часов вечера и не способно уже ни на что. Хотя бы часа-два, чтобы на меня было. Понятное дело, когда у нас будут дети, я не хочу, чтобы он пропадал на месяца. Детей хотите? Конечно, хочу двое детей. Я уже готов к детям. Конечно, если я встречу любимого человека, я хочу с ним побольше времени. Что вам в себе не нравится? Как вам кажется, что вам вот самой мешает? Мне мешает. Для того, чтобы быть абсолютно счастливой. Возможно, моя слишком открытость, возможно. Не знаю, я, честно, не знаю, что вам не мешает. А вы считаете себя упертым человеком, честно? Ну, это, конечно. А вы же скаба об этом заявила. Да, я очень упертая. А вот эта упертость вам мешает в взаимоотношениях? Раньше, возможно, она мешала, но с возрастом я понимаю, что где-то надо идти на компромисс. Молодец. Надо работать над собой. Хорошо, я думаю, что уже пора знакомиться с женихами Розы Василисой. Вот мне кажется, что Оле надо выключить табло. Здесь хочу замуж плюс Барселона. Да-да-да. Я готова жить в Москве. Немножечко, Оленька, выдохните. Суеты не надо в этом деле. Будьте достойны. Сватовство не терпит суеты. Мы все за вас. Так, а какой суеты? Я три года жду достойного мужчины. Какая же суета? Я готова ждать. Три года ждет, и вот он я. Я тоже давно ищу ту, которая мне нужна. Чтобы рядом с вами появился достойный мужчина, во-первых, в чем должно быть его достоинство? Он должен быть, как я говорила, целеустремленный. Он должен быть опрятен. Он должен иметь чувство юмора. Он ценит, должен свою семью прежде всего. Про меня говорит, слышишь, да? Он в этой комнате. Да, вот он я. А что вы ему можете предложить в семье? Я очень покладистая с какой-то стороны. Я очень хозяйственная. Я очень хозяйственная. У меня всегда царит порядок. Я умею очень хорошо готовить. Что немаловажно для тебя. Да, я люблю покушать. Ты же педант. Я помогаю мужчине идти к его цели. Я в отцом всегда поддерживаю мужчину. Вот, это ваша ошибка номер раз. Значит, если вас первый опыт не научил, то мне жаль. Не нужно помогать мужчине. Не любят они это. Мужчина это раздражает. Мужчина даже самый плохонький хочет, чтобы вот его там полтора качества. Женщина ценила и говорила, ты самый лучший, ты молодец. Как только мужчина понимает, что убогонький, потому что его женщина все время куда-то корректирует и отправляет, либо он начинает заживать где-то с другой, где его ценят. Понимаете? Либо расстается. Не нужно это делать. Василиса, что там звезды? Я считаю, что неплохо поддерживать мужчину на пути к его целям, но только акцент здесь должен быть на слове «его целям». Понимаете? Потому что то, что касается переезда из Мурманска в Москву, вы пестовали свои цели, свои мечты. А поддерживать мужчину в достижении своих целей, вот это называется уже манипуляцией. Не выдавайте свои желания за желания мужчины, и все. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи, и, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай пожениться» на студии «Ольга». Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Я пришел сюда за тем, что я долго искал. Надеюсь, это есть в тебе. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Уважаемые ведущие. Спасибо. Спасибо. Спасибо вас. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. С кем вы? Я с моей подружкой Викторией. Я тебя уже посмотрим. Василий, 23 года. Хоккейный агент. Занимается поиском выгодных контрактов по всему миру. Признается, что бывает забывчив. Предупреждает, что поздно ложится спать и много общается с девушками. Обещает жениться, если его извранница будет полностью ему доверять. Василий был женат на стюардессе. Она измучила его своей ревностью настолько, что он был вынужден подать на развод. Надеется, что Ольга не будет сомневаться в его верности. Василий, я сейчас осмотрю на вас и думаю, боже мой, дитё. Да? Мне трудно представить вас уже женатым и разведённым. Ну, дело в том, что, наверное, меня судьба заставила стать взрослым, так как мои родители умерли рано, и мне приходилось самому себя обучать, воспитывать. А что случилось с родителями, извините? Родители умерли по болезни. Сначала у меня мама умерла, а потом отец, и я сам себя воспитываю. А сколько вам было лет? Мне было в 2006 году и в 2008. Вот. То есть это 11 класс и потом второй курс. А кто вам помогал закончить школу? Кто вам помогал стать на ноги? Я сам. Как сам? Я получал небольшую стипендию, то есть помощь от школы какую-то, и занимался хоккеем, играл, и этим тоже получил деньги. Скажите, а кто-то есть из родственников, братьев, вообще хоть кто-то? Есть тетя, но как бы она мне помогала, да, но не так, как бы мне хотелось. То есть я всего считаю, что я сам добился. У меня есть машина, которую я заработал, то есть у меня есть квартира, которая мне доставка. А где, где, где живешь? Я сам с города Уфы, родом оттуда. Мой дорогой. И сейчас там же, да? Нет, сейчас я проживаю в Москве, так как этот город для меня более интересен. Он больше не подходит. Вы тоже снимаете, да? Я тоже снимаю. А в Уфе что-то осталось? В Уфе у меня тоже квартира осталась. Зачем она рассказывает свои вот эти вот проблемы детства и вообще вот эти вот на показ. Ну это жалко, наоборот. Но я не считаю, это серьезно. И сколько же вам было лет, когда вы женились? 20 лет мне было. Просто по любви или она забеременела? Нет, нет, не забеременела. Дело было так. То есть у нас была любовь очень яркая, интересная, красивая. Действительно, я ее очень любил. И спустя полугода мы поняли, что хотим жить вместе. Но ее родители очень замечательные люди. Сказали, хочешь жить вместе, женись, сынок, да? Да, сказали. И я, естественно, это принял и предложил ее сделать. А ей сколько было лет? Ей было 23. Она была старше. Она 3 года мне старше. Понятно. Поэтому изводила вас ревностью, просто вынимала душу, да? Да, да. Ей родители предупреждали, говорили, что вот, он молодой будет гулять. На самом деле я полностью отдавался и пытался сделать ее жизнь ярче. Конечно, она у вас была первая любовь, а вы-то у нее были, наверное, уже далеко не первые. В 23 года это уже взрослая женщина, поэтому... Ну, а про хоккеистов ходят всякие байки еще нехорошие. Ну, как бы это общение, не только, не более того. Да, как вы думаете, у кого была поставлена цель вас разлучить? От кого были вот эти бесконечные смс-ки на ее телефон? Я думаю, что это непосредственно были девушки, те, которые хотели отбить. И у нее меня. Если у тебя ты любишь одного человека и живешь с ним, тебе отбивай, не отбивай, это не получится никогда. Может быть, она сочиняла вам про эти звонки? Может быть. И в социальных сетях меня просто доставали девушки, которые хотели со мной познакомиться, выводили меня какие-то на свидания, и меня это просто измучило. Я устал от этой ревности. Ну да. Из себя такого хорошенького строят, из нее какую-то там львицу. Если по роду деятельности вы хоккейный, я так поняла, вот как называется, агент, то девушки как в этот процесс вовлечены? Потому что и наниматели хоккеистов, и сами хоккеисты, это все-таки мужчины. Дело в том, что очень много девушек хотят познакомиться с хоккеистами, и с их агентами они тоже знакомятся. И хотят быть в центре событий тоже, куда-то ходить на какие-то там мероприятия, ходить всегда на хоккей, то есть... А вы агент одного? Скажите, пожалуйста, Виктория, а вы с какого бога подруга Василия? Мы с Василием уже знакомы два года, через одну нашу знакомую вообще. Хорошо, Василий, а почему сегодня вы пришли с симпатичной барышней, а не с другом, например? Ну, как бы, мне приятно прийти сюда. Я секундочку в дебю, просто в моей жизни был тоже такой достаточно переломный момент, и со мной рядом вот именно оказался Василий. Послушайте, когда у женщины переломный момент, она сидит, либо квасит с подругой на кухне, понимаете, либо идет к психологу, либо просто ходит с подругой куда-то в кафе, я не знаю, но не присасывается к другу, у меня был сложный момент. Послушайте, у меня тоже же было когда-то столько, сколько вам. Лариса, просто дело в том, что у меня с моей личной жизнью у меня все в порядке, к счастью. Хорошо, Ольга, если у вас все сложится с Василием, вас не будет раздражать вот подружка одна, подружка другая? Ну, я уже об этом подумала, мне на самом деле напрягает вот это. Он открыто об этом говорит, что у меня очень много подруг. Теперь вы понимаете, почему супруга Василия билась, колотилась в тростях. Я думаю, как бы без повода ревность тоже не бывает. Наверняка вы какой-то повод давали. Вы, наверное, очень милы с девушками, какие-то комплименты даете, ну, как бы... А вы как работаете? Это все повод. Так может быть, правда стоит пока погулять еще? Да нет, на самом деле я хочу семью, я хочу, чтобы у меня была целая, сплоченная семья и вместе со своей второй половинкой идти вперед. Покажи сюрприз. Я пригласил своих близких друзей и хочу в этом танце энергичном выразить свое состояние души к тебе. А мне это только смотреть или участвовать? Мы здесь будем с тобой смотреть. Может, ворвемся тоже? Да нет, брат, как так? Пусть ребята от души. Опа! Опа! Танцуй, да? Да, молодцы. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Огня задали, да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий, Василий, молодец. Спасибо тебе за сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну всё, проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Классно. АПЛОДИСМЕНТЫ Это был огонь. Огонь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, девчонки, как вам? Очень хорошо. Хороший Василий, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Хороший мальчик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не пугает ничего? Нет, не пугает. Конечно, не очень хорошо, что у него такое большое, наверное, окружение девушек, да? И очень, конечно, трудно вериться, что он уже готов к серьёзным отношениям. Но, возможно, может быть и готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Роза? Ну, Василию рано жениться. Ну, когда мы сейчас, сейчас дети пойдут, вам вот-вот рожать, как говорится, ещё вчера надо было это делать, повесить ещё ребёнка на бедного парня, нет. Пускай погулять, кстати, с серьёзным отношением он готов, только материальный достаток не готов у него. Вот и всё. Нет, и ещё раз 10, нет, Василию, не нужно в 23 года жениться. Уже женился однажды. Нужно себя хорошо понять, изучить то, что ты хочешь, сегодня есть возможность. Делайте, Василий, карьеру, сравнивайте девчонок, веселитесь, чтобы потом уже жениться раз и навсегда. Не надо сейчас, согласна с Розой. Василий со своей супернежной, суперчувствительной луной в рыбах, он очень нуждается в семье, очень-очень. Но только он семью себе представляет так, как раньше. Он хочет восстановить то, что было с мамой и папой. Он хочет семьи, тёплых уст, чтобы дома ждали. Но при этом свободный парень, холостой Василий, таким бы и оставался. С женой это невозможно, и семья из мамы, папы, сына, и супруга, и супруги с детьми. Но это совершенно разные вещи. Я боюсь, что он ещё не то, что не дорос, а не скоро дорастёт. Ему нужно понять, что возврата к старому не будет, к сожалению, как это не печально. И он себе маму с папой уже не найдёт в образе жены. Я считаю, что это правильно осознать. Он уже так многое вынес, Ларис, что правильно это понять. У него могут быть другие тёплые отношения, не меньше его устраивающие. Но это будут уже отношения взрослые и другие. Он должен быть готов принять ответственность. Давай пожениться теперь в вашей мобильной. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Амвей представляет новую эру средств по уходу за домом. Амвей Хоум. Попробуйте сами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Здравствуй, меня зовут Филипп. Ты обворожительна. Я надеюсь, я тот мужчина, которого ты ищешь. Это тебе. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо, приходите. Здравствуйте, Филипп. Вы пришли с кем? Я пришел. Это моя подруга Елена и мой брат Павел. Опять с подругой. Ага. Давай с нас, пошел. Филипп, 24 года. Бывший военнослужащий, работает представителем строительной компании. Каждый день начинает с пробежки. Играет в страйкбол и волейбол. Мечтает стать альпинистом и покорить Эверест. Никогда не женится на девушке, которая будет нецензурно выражаться. Во время службы в армии Филипп узнал, что его невеста ему изменила. Простил неверность, но не смог вытерпеть склочный характер своей избранницы. Надеется, что Ольга не только верная, но и покладистая. Ну, часто такое случается. Послушайте, я в армии человек сто проводила, ни одного не дождалась. Ну, это, естественно, вполне... Ну, кстати, вполне закономерно. В 16 лет ждать два года. Сейчас я отношусь к этому спокойно, вполне нормально, то есть. А почему так долго в армии-то задержались? Я вырос в семье военнослужащих. И когда пошел в армию, я уже изначально хотел остаться по контракту там. И после истечения срочной службы я подписал контракт и остался служить в армии. А девушка сколько вас ждала-ждала, а потом не дождалась? Полгода. Скажите, она сумасшедшая. Зачем она вам позвонила по телефону и рассказала об этом? Да, потому что мы жили... Трезвая или пьяная, говорила там, фылья. Нет, мы просто жили по телефону. То есть мы ежедневно, там, по часу, по 40... Жили по телефону, это то, о чем я думаю. По 40 минут разговаривали в день, это минимум. То есть у нас отношения протекали по связи. Позвонила в слезах, там, призналась, что так получилось. Ну, было очень тяжко, очень плохо. Чтобы вы разорвали контракт и вернулись. Да, в будущем уже через год уже поставили перед выбором. Либо я, либо... То есть, ну, как сказать, не поставила. А она после того, как вам изменила... Я простил. Вы простили, а как вы сказали? Ну, нет, в течение... Спросили, ты не будешь так больше? Почему? Я просто перестал с ней общаться. И после где-то два месяца я опять позвонил ей. И мы помирились. А смотри, как она уже смотрит. А, я сейчас пойду погуляю. Да, она все равно просит, что у меня тут ничего не будет. Никогда не попрекали ее? Нет. Нет? Ну, так а почему не вместе тогда? Видите, прошли всякие испытания. Потому что я дальше уехал служить. Были мысли о том, что забрать ее в Владивосток и жить там дальше. Служить и жить с ней. Но отношения складывались, были постоянные ссоры. А на что ее не устраивало? Может быть, она не хотела, чтобы вы служили? Ну, то, что... Ну, всякие банальные там... Не звоню, там, мало с ней разговариваю, там. Он ее простил и обратно ушел вон. А она опять гулять надо пошла. Это логика была. Да, вообще. И в конце уже пришло к тому выводу, что... Ну, вы поняли, что она не сможет быть вам подругой. Потому что для военного человека важно, чтобы была жена и подруга в одном лице. Конечно, да. Да, она очень милая, симпатичная девушка. Но самое главное, что мне очень понравилось с ней, то, что она добрая и открытая. А бойкость не смущает? В принципе, нет. Пообщайтесь. А у вас есть к ним вопросы какие-нибудь? Я вот хотела узнать, как вы проводите свободное время с вами. Свободное время я провожу в основном... Ну, летом активно очень. Я занимаюсь страйкболом. То есть я очень люблю спортивные игры. Это мое практически самое любимое увлечение. А вы расскажите, что это за увлечеи? Просто у меня сын этим увлекается уже более, там, семи лет. Страйкбол – это военно-патриотические игры. Настоящие практически оружие. Они выезжают в лес. Аналог настоящего оружия. Партизанят там. У них даже есть танк. Ну, это лучше, чем папа. Конечно. Да-да-да. Языка приводят домой? Нет, языка не приводят. Кстати, это очень дорогое хобби, потому что... Недорогое. Дорогое? Ну, как недорогое? А экипировка зимнелетняя. А извините, ваши там эти ножи, автоматы... Один автомат у вас как минимум 12 тысяч стоит. Это для профессионалов, конечно. Ну, а вы кто? Я любитель. Я знаю, сколько это стоит. Вы-то готовы? Потому что идет на целый день. Вот, да, узнать. А Фома что, радость выедет? Так он идет вместе с ней на целый день. А я готова? Это игра для всех, и для девушек, и для парней. Нет, Ольга сказала, что ей нужен спортивный мужчина. Но куда еще больше спортивного? Это очень... Во-первых, когда в нее играешь, там очень большие эмоции, очень много адреналина. Играют не только парни, но и девушки. Елена, а вы не коллега случайно не по этим лесным играм, нет? Нет, я не по этим лесным играм. А что, и девушки играют? То есть мужчины с автоматами, а девушки с распущенными волосами... А девушки-медсёстры, они делают искусственные вивания рот в рот. Они очень любят играть. Нет, они тоже так же играют с автоматами, только они еще хитрят. Я думаю, Ольге тоже понравится. Они стреляют, стреляют, когда ты разворачиваешься, они тебя убивают. Это очень, в отдельный просто каста, очень... Причем, что мне нравится, ребят действительно, вот патриотично, просто патриотично. Это здорово, это. А вот с материальным достатком у вас как? С материальным достатком у меня... Вы сейчас где работаете? Сколько зарабатываете? Я работаю в строительной компании, зарабатываю для московских мерок в Зеленограде, ну это Москва. Для московских мерок не много, но и не мало. То есть... А квартиры нет своей? Квартиры нет, я снимаю, так как я приехал с Ростова, я не здешний. Ну вот, я приехал... А вот как невесту куда приведете? Невесту? Ну, куда? В семную квартиру надо сначала поговорить, пообщаться с ним, встретиться, уже решить. Она детей вот практически завтра хочет. Как долго вы будете ждать предложения? Оль, скажите честно, только положи руку на сердце, мечтаете о москвиче? Нет. Нет? Я считаю, приезжие много добиваются в Москве. Это не обязательно должен быть москвич, главное, чтобы он был целеустремленный и знал, что хочет. И готов был уже нести ответственное заменение в семью нашу. Если... То есть, честно, в съемной квартире я унесла, я не готова рожать в съемной квартире. А ты представляешь, когда он эту квартиру купит? Мне кажется, вы вообще рожать-то не готовы, потому что первый вопрос у вас был не про то, сколько детей ты хочешь, А про то, как вы проводите свободное время? Нет, ну мы... Мы же будем сначала проводить... А какое отношение это имеет к семейной жизни непосредственно? Ну все-таки не первостепенно. Ну они же в семье не будут только пахать с утра, да? Нет, конечно. Они говорят, не хочу, я же... Мы же говорим про то, что нужно выяснить. Можно я хочу провести время сначала со своим любимым человеком, потому что дети это будут занимать все мое внимание. Я это понимаю прекрасно. А сколько времени? Год, два? Ну через год, все, я готова. А он может не хотеть детей? Нет, есть мужчины, которые сейчас к нам приходят на программу в 20 лет, говорят, я еще в ближайшие 15 лет детей не планирую. Очень хочется семейных отношений, детей, детей, ну не прямо сейчас, но потому что я понимаю, что какая-то ответственность, и нужно найти того, как только я пойму, какой человек... Как только уже что-то будет реально, правда? Да, с кем я готов был воспитывать и брать на себя такую ответственность. Молодец, это называется, как во всем мире, планировать свою жизнь. Правильно делайте, правильно делайте. Пока молодые, стройте, зарабатывайте. И вдвоем легче и приятнее зарабатывать и строить. Поэтому покажите сюрприз. Мне кажется, Ольга, как бы она не лукавила, но у нее такой типаж, достаточно такой, как бы разводящий девушки. Как бы это грубо бы не звучало, и все-таки ей нужен уже готовый мужчина, чтобы он уже крепко стоял в социуме на ногах. Но она же взрослых не хочет. Так как я довольно долго занимаюсь этой игрой, я бы хотел тебя научить хотя бы ощутить, что это такое, стрелять из настоящего страйкбольного ружина. Что-то дар куда-нибудь. Пройдем, пожалуйста. Одевай очки. Было бы странно, если бы я сказал, давай там в хоккей поиграем. Давай сейчас каньки тебе, клюшку вперед на роликах гонять вокруг стола. Смотри, таким образом держишь на плечо. Я сейчас тебе буду помогать и целишься. Ну, приблизительно куда-нибудь черный круг. Держи. Держи, держи. А он не тяжелый? Нет, он довольно-таки тяжелый. Да, да, вот. А куда? Нажимай. Подожди, пока Раму нажимать. Ты целься ровно в черный этот. Целься, смотри. Вот это предохранитель. Снимаешь ты предохранителя. Все. А какой это? Все. Теперь стреляй. Потихоньку нажимай. Нажимай. А куда я попал? Мы потом пойдем посмотрим, куда ты попала. Ну, визуально я бы не сказала, что они прям не подходят друг к другу. Даже странно смотреться. Но парит у жизни нет, они не подходят друг к другу. Они вместе просто завязываются. Она более активная, конечно. Очки можно снимать? Да, очки можно снимать. Ну, можно сказать, ты трогала. Очень ярко, да? Вот сюда. Восьмерка, семерка и шестерка. Красотка. Молодец. Меткая. Молодец. Метка стреляешь. Спасибо большое. Сюрприз. Спасибо большое, Филипп. Замечательный сюрприз. Проходите в свою комнату. Спасибо. Молодец. Удивил. Вы видели эту подружку? Да. Что скажете? Очень порядочный, хороший. От того, что у нее квартиры нет, это не беда. Я думаю, вместе сего добьются. Он приезжает, Оля приезжает. Наташа. Видно, что да, серьезный молодой человек. Но, к сожалению, мне кажется, так как у Ольги уже есть свое представление, да, чего она конкретно хочет, то, наверное, немножко... А квартира в Барселоне через сколько? Это не обязательно. Ну, хорошо, квартира в Москве через... А я слушала, чего она хочет. Абсолютно, Филипп совпадает с ее требованиями. Цель усстремленный, спортивный. Нет у того, Оля. Поэтому... А мне кажется, что в ее представлении именно ты. То, что она описывала. Возможно. Ну, как он вам? Ну, хороший молодой человек. Действительно, военный. Это о многом говорить. Я думаю, порядочный, ответственный. Но... Но что? Но... Я даже не знаю. Мне надо подумать о нем. Роза? Ну, я, Филипп, во-первых, не рекомендовала бы Ольгу. Она все-таки не жена, хотя и бывшего военного. И жениться пока рановато. Потому что хорошая установка, что детей надо, в общем-то, и содержать, значит, в правильном направлении. Но лет пять надо еще и на квартиру накопить, и самому. А у него же образования нет, подучиться надо, чтобы карьеру. Вот просто гулять с девушками, ухаживать. Мне кажется, военных нужно либо любить, либо искать других мужчин. Это особая каста людей. Бывшие военные не бывают. Замечательно, что у него и выправка, и он, на самом деле, целеустремленный, и без дурных привычек. И у него такое замечательное увлечение. Но зачем в 24 года? То есть я понимаю, выжить, конечно, легче вдвоем, но не с вами. В его случае не с вами. А я считаю, что ваше платьишко модное в стиле милитари, как раз это такой добрый знак к его приходу в нашу студию. Он действительно настоящий военный до мозга костей, и всегда им останется, потому что в нем огромный потенциал внутренней агрессии. То, что он говорит, что он неупертый, что он сговорчивый, это неправда. Он выбирает себе классические девушек, достаточно легких, беззаботных, потом умеет их каким-то образом против себя настроить, это, наверное, тоже манипуляция, так, чтобы отношения стали напряженными. Ему нужно этого драйва, этого сопротивления в отношениях. Может быть, девушка давала это неосознанно ему, может быть, просто он привык через нее к этим отношениям. Но мне кажется, что вас и переделывать не надо. Вы человек, который способен побороться, поэтому в вас он сразу обретет какой-то нужный потенциал борьбы с ним. Я считаю, что хорошая пара. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться», и я предлагаю Ольге встретиться с третьим жеником. Проходите. Здравствуйте, красивая, милая Олечка. Рад знакомству. Вот такой скромный, милый букетик тебе. Спасибо. Думаю, что у нас все будет хорошо. Проходите. Здравствуйте, с кем вы? Это мой очень близкий друг Мирон. Вот, как бы здесь все вместе. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Овет, 27 лет. Помогает брату в семейном бизнесе. Занимается боксом, акробатикой и танцами. Поет в караоке. Путешествует по городам России. Гордится тем, что умеет готовить. Мечтает побывать в Норвегии и стать отцом шестерых детей. Отец невесты Овета был против их отношений, а когда узнал, что они живут вместе, силой увез ее в другой город. Надеется, что семья Ольги одобрит их союз. Готовы родить шестерых детей? Боже, я это тоже напряглала. Шестерых нет, к сожалению. Шестерых нет, почему? Ну, я не готова. А зачем? Как зачем? Ну, это будет хорошо, когда много детишек рядом бегают. Это как-то вот просто... А жить они будут? Где? Ну, не знаю. Честно, куда-нибудь за границу бы уехал бы, где-нибудь что-нибудь такое приобрел бы. В Норвегию, наверное. Ну, да. А есть на что-то? Или родственники помогут? Нет, почему? Сам добьюсь, сам добиваюсь всего. Нет, у вас сейчас-то есть куда поехать, чтобы начинать детей рожать? В Краснодаре, да, дом свой там. Просто у меня планы чуть-чуть, как бы там есть дом, а вот в Сочах как бы вот с братиками строим гостиницу такую большую-большую. А в Москве сейчас что делаете? А в Москве вот приехал вот повидать Мирона. О! Бизнесмен, что ли? При деньгах. Понятно. У вас были отношения с русской девушкой, да? Да. И почему? Что с ней не получилось? Да вот родители против ее были. Почему? Ну, как бы то, что я армянин, и отец, ну, как бы мать вошла в эту ситуацию, то, что дочка с надсменом, а отец как бы не вошел. Почему надсмен? Почему надсмен? Это же не меньшинство. Нет, я имею надсмен, я имею в виду, это у нас, как бы говорится, ну, разные национальности. Вы армянин? Я армянин, да. А девочка была русской, родители были? Да, русская была. Ну, наверное, не думаю. Знаете, очень много у нас в Москве, например, смешанных браков, русские с армянами, с мужчинами, очень много. У меня только знакомых. Наверное, кроме того, что вы армянин, было еще что-то, что папу напрягало? Нет. Может быть, то, что вы стали жить с его девочкой вне росписи, так сказать, вне брака? Может быть, это тоже как-то не очень так часто встречается хороший и счастливый брак, действительно, между разными нациями. А почему опять пришли за русскую девушку бороться? Ну, вот, как-то вот, не знаю, вот, душа потянула сюда. Где родился, там и женись. Ну, в какой стране, я имею в виду. У вас какое видо образование? Среднее. Если ваша жена будет работать, вы не будете против? Если будет работать только сама на себя. Хорошо. Она может, допустим, с подружками пойти куда-то в ресторане, посидеть, чашечку кофе выпить? Правда? Да. И она может пойти туда в платье любой длины, которая ей понравится? Ну, это уже по ситуации. А вы ей слово, она вам 10. Ну, это будем грызться, значит, чуть-чуть. У вас в семье будет общий бюджет с женой? Или вы будете зарабатывать деньги и выдавать ей некую сумму, которую сочтете нужным на хозяйство? Общая. Я просто, честно... То есть все карты на стол? Да, я даже, если честно, если она не транжира, то пусть лучше она эти деньги берет и у нее... Просто я честно, вот я вот, как попадают все в руки, у меня вот так же все уходит. Люблю тоже погулять, честно. А погулять как любите? Ну, вот уж говорю, с друзьями куда-нибудь. В ресторанчик? В ресторанчик, да. Попеть, потанцевать. Это плохо вообще. Я как и говорю, жена будет на него работать. Он не готов, он любит петь, отдыхать. Тусоваться, веселиться. Отранжирить деньги. Именно так, все правильно. Покажите сюрприз, пожалуйста. Песенку хотел спеть. Спасибо, давайте. Специально для тебя, Олечка. Счастья любите. Он так и будет для меня. Дорогой ты деньги принес. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все пропил, все проел, все в кабаке, все. Гуляли с собой И были вдвоем Стояла береза Красой, как наш дом И в доме этом Стоял наш камин Пылал он огнем И грелал на сон И любовь, и сон Я тебя найду На давай пожелись, я приду Буду нежно целовать Целовать тебя Крепко-крепко обнимать Когда он смотрит Он думает уже как бы быстрее Пойти в кабак Спеть О, любовь моя Буду нежно целовать Буду нежно целовать Целовать тебя Спасибо, Овет Проходите в эту комнату Спасибо Как тебе девушка? Ну так, да Там увидел получше Так как-то поприятнее Пообщался Пообщался тогда Такая очень Очень Да, приятная девушка Знаете, он мне напомнил Антигерой индийского фильма Такого злодея-бандита Такого Марка Дельца Который Знаешь, ворует невест Положительных Но все потом хорошо заканчивается С какими-то драками Да-да-да-да-да Ты меня поражаешь, Ларит Просто герой индийского фильма Ты просто меня поражаешь Потому что объективно Это все про него И вот с точки зрения Личной жизни Она будет просто как любовный триллер Там будет все И страсти, и борьба Вот все это киношные Я тоже люблю индийский фильм, кстати Тоже любишь, да? Я раньше смотрел Не знаю, будут ли погони и перестрелки А мне кажется, что Овет и воспитан Вот на таком вот посадке Вот как он пел Как он смотрел Ну только чем захочут индийский фильм? Ну чем? Ну иногда плохие парни вдруг Влюбляются в таких белокурых просоток И перевоспитываются, понимаешь? А чаще всего нет Ну сейчас ему все нравится Весь такой модный С такой челкой Стел Давай поженимся Понимаешь? Ему прилагается финансовый достаток И кстати, мне кажется, что Он, конечно, не трудоголик Но вы его вряд ли увидите Потому что друзья Потом родственники А потом, слушай, не бабье дело, там же тепло, послушайте, вино, друзья, а потом уедет в Москву, вот, к Мирану, и что, и будешь его там заподолдить и цепляться. Папа, папа, пусть погуляет еще. Лет 15-20. Да, ты знаешь, я буквально ту же цифру хотела озвучить. Когда любовный тренер будет заканчиваться, он будет вся в коже, тоже такая злодейка, обязательно с хлыстом, в ботфортах, которая героиню Белокура обязательно хитростью должна выманить из отцовского крова, понимаешь, такой хитростью. Но при этом должна быть несчастной и тайно любить Овета, потому что Овет будет всегда любить такую, как Ольга, а его будут любить плохие девчонки. Тебя будут всегда любить плохие девчонки. Так все и происходит. Наташа и Юлия познакомились с тремя женихами, но нужно выбрать одного. Кого? Да, я бы посоветовала бы Василия. А я бы Филиппова. Она пока подходит по всем меркам, которые я ищу. Как вам женихи? Женихи достойные. В принципе, именно те цели, которые я ставила, они все себе имеют. Очень хорошие молодые люди. Ну, я сделала выбор. Я готова зайти в Йоку. Вы действительно готовы выйти замуж, вы действительно готовы рожать детей, но вот эти мальчишки, которые и Василий и Филипп, они не готовы, понимаете? Я готов, совершенно готов, но с тем человеком, которого я действительно полюблю. И она меня полюбит. Готовый только единственный Овет. Поэтому дом в Сочи, тепло, Олимпиада. Почему нет? Роза? Я тоже за него. Я думаю, ты выйдешь к ней. Но если она придет ко мне, за мной, то я свое сердце отдам ей по-любому. Василиса. А я в рифму скажу. Жениху по имени Овет сегодня звезды и астролог Василиса скажут нет. Вы приехали. Ну, это не единственное, что пришло мне в голову. На самом деле, я считаю, что вам имеет смысл зайти к Филиппу, потому что именно с ним у вас есть определенное внутреннее сродство. Я не могу сказать, что он мужчина вашей мечты сразу, но если вы к нему присмотритесь, вы определенно найдете в нем многое из того, что хотели бы увидеть. Он достаточно степенный и спокойный. Он очень любит получать женщин. В нем есть практичность, стабильность и постоянство. То, чего вы втайне желаете, очень желаете. А ему нравятся женщины вашего типа. Поэтому я за Филиппа руками и ногами. Как ты думаешь, твое это не твое? Оля мне понравилась. Она очень хорошая, добрая. Я считаю, что у нас получится с ней все, если она зайдет ко мне. Себе слушайте и свое сердце. И оно вас не обманет. Проходите, кого выбрали. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону. Четыре четверки. Наргиза. 33 года. Номер 2203. Дизайнер карнизов и штор. Вкусно готовит блюда европейской и узбекской кухни. Познакомится с мужчиной от 30 до 40 лет, который сможет обеспечить достойный уровень жизни. Анастасия. 27 лет. Номер 2204. Юрист в интернет-компании. Профессионально занимается танцами. Подрабатывает хореографом в модельном агентстве. Мечтает встретить избранника, который созрел для семейных отношений. Мы не знаем, будет только одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правильный выбор. Зачем тебе такие мужчины? АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Ольга и Василий. АПЛОДИСМЕНТЫ Компания Амвэй заботится о женщинах и дарит вам средства для дома Амвэйфу. Они помогут поддержать дом в чистоте, позаботиться о ваших близких и сохранить красоту ваших рук. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4, Чаплёрдя. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Лариса, вы сейчас настроены на программу «Все мужчины сволочи». Пока молодой, надо погулять. Ну что, когда еще это гулять? Ну, хотела, конечно, в нее вцепиться, просто не дали. Я думаю, она отделалась минимум шампунем для роста волос, да. Так, жена же мне неоднократно ловила. И он поклялся? И он поклялся, да. Никогда больше в жизни не посмотрю вслед ни одной красавицы. Забурли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok